Всем привет, друзья, с вами Ляр, и мы играем в Castle Fight. Я, пожалуй, выберу... Пожалуй, выберу Чаус Легион. Четыре победы, четыре раунда. Это очень долго. Почему это четыре победы, четыре раунда? Давайте делаем суккубов, они самые нормальные. Чё ты такой криворукий-то, чувак? Как же он криво поставил Акашу. Поставим... Сделаем, короче, здесь суккубиков. А то вдруг они тут тормозить будут из-за того, что он поставил. Хотя, может, он специально так сделал. Может, он специально так сделал. Так, в общем, у него крутые парни выходят. У меня... У меня суккубы. Ну, потом у него будут крутые парни выходить. Которые, типа... Орки, берсеркеры. И шаманчики. У нас пока что суккубики. Кто у него там? Так, у них дракончики. Ну, наши суккубы как раз против них эффективны. Но... Прикол в том, что... Прикол-то в том, что... А кто это? А, вот, я и только хотел сказать. Говорю, а кто это? А кто это у нас действительно? Это дай вещи от О2. Такой странный ник. А кто это действительно у нас тут? А это у нас снайпер. Я вот хотел сказать. Но мы же еще не видели этого... Второго юнита. Того, кто у его союзника. У них тут, оказывается, снайпера. Совсем неэффективные против наших суккубов. Ну, вот, по идее, мы так справимся с ними. Так, вот уже пошли эти орки, бугаи. И сейчас мы можем сделать либо сатиров, либо накопить на что-нибудь еще. Подороже. Например, на это. Но он очень дорогой, конечно. Но очень дорогой. Прежде чем это строить, нужно... Еще дофига построек сделать. Чтобы дерево появлялось, нужно делать постройки. Сами понимаете. Я вот это могу построить. И оно будет нам помогать. Но пока что не стоит. Пока что не стоит. Этот чувак. С огромной ракетницей. Но он не дамажит летающих юнитов. Ну, как сказать, не дамажит. То есть, как бы, сам стрелять по ним он не может. Но вот этот огромный взрыв... Этот вот огромный взрыв очень хорошо дамажит. Кого, короче, делаем? Опять же, суккубов. Дважды суккубы это еще лучше. Два суккуба лучше, чем один. Но у него чувак, который... Большие взрывы делает. Значит, нужен кто-то из милишников. И из милишников кто? Блудфинт. Надо на блудфинта накопить. Долго копить, конечно. Конечно, долго копить на все это. Мы мало очень получаем. У них уже более улучшенные драконы. Чтобы бороться с улучшенными драконами, нам что нужно? Видите, он как бы пробегает мимо, не атакует его. Тролль, ебану. Давай. А я пока этих построю. Чтобы с этими наземными... Надо что-то против летающих делать. У нас против летающих только дракон. Либо еще суккубы. Либо еще суккубы. Ну вот он тролля сделает. Тролль будет как бы в сетку ловить. На что копишь? Сейчас увидишь, на что я коплю. Чувак, я, извини, не разговорчивый. Я парень не особо-то разговорчивый. Постройка завершена. Я вот коплю на таких чуваков. Энгл? Да я просто не разговорчивый. Нет. Писать лень. Мне просто лень писать. Не повредите сову. Это, понимаете, бой идет в заповедник. Тут у нас и болото, и экзотические животные летают. Но сложилось так, что... Что тут проходит бой. И вот наши... Блудфинды выходят. Так. Тролль-то у него еще не готов? Нет, готов. Тролль уже готов. Но надо только улучшить его. По идее, знаете, как за орков можно играть? Сделать тролля, улучшить тролля. И потом шаманчиков, чтобы он еще ярость давал. Тролли и так, ребята, яростные. Тут смотрите, как он бьет-то. Правда, драконы помогают. Не было бы дракона, он бы, наверное, его убил. Ну, блин, у нас... Вот сейчас у нас и стреляющих кто? Только эти. Да наши... Да наши девчули. Сейчас нам нужна поддержка стреляющих. Вот тролль еще появился. Ты бы лучше этого бил, троллик. Надо еще, значит, суккубов делать. Суккубами можно затащить, из-за того, что они проклятие вешают. Враги просто будут промахиваться. Да блин, вы бы добивали нормальных... Давай, двоих сразу рубануло. Умничка моя. Хоба, срубил. Вот видите, он как бы выигрывает и этих... и... чуваков. Вот этот вот опасный уже чувак. Вот этот вот опасный. С ним надо что-то делать. Давайте еще суккубов. Больше суккубов. Больше суккубов. Чтобы стрелять. А то у них будет куча летающих, и будет фигово. Ну вот тем более, вот эти вот будут мортиры отвлекаться на милишников, а у нас суккубы дальнобойные. Филхаунд. Который ауру раздает. Вот поймали, тоже хорошо. Вот видите, он как бы сам по идее берсеркер. А если еще шаман, то есть кровожадность накинет, то вообще классно будет. Мы уже до сюда дошли. Мы уже дошли до сюда. Теперь по идее, это можно... Enemy Unit. Можно, по идее. Но пока не стоит. Хотя, почему не стоит? Все помочь может. Даже вулкан. Действительно, даже вулкан может помочь. Что маловероятно, конечно. Нам на вот этих бы построить, потом улучшить. И сатиров построить, и сатиров тоже улучшить. Было бы неплохо. Ну блин, у них целая армада этих. Нам нужно либо летающих, а у нас летающие отсутствуют. Ну, дракончики есть, но они дорогие. Вот эти вот, с чуваками, с мортирами, надо что-то делать. Можно, конечно, это построить, но нужно ли оно нам? Не думаю, что оно нам нужно. Но у спелл дмэк. Вернее, 200 спелл дмэк. Магик Тавер Руин. Это вообще нам не нужно, по идее. Это нам вообще не нужно. Вот мы сейчас можем на дракона накопить еще 40, и будет дракон. Драконы, ребята, хорошие. У них кто против летающих? Только вот эти вот духи и сами их драконы. А так мы, по идее, справляемся. Все. Дракон пошел. Дракон пошел. У нас тоже летающие. Теперь мы будем доминировать в воздухе. Мы, по идее, и на земле доминируем. За счет вот этих вот, ребят, Аксмастеров. Этого просто поймал и забил топором. Ну, как это жестоко звучит. Поймал дракона, забил топором. Варкрафт вообще жестокая игра. Особенно если вспомнить Стратхолем и другие города Лордерона. Там такая жесть творилась. Еще сетка, кстати, замедляет на какое-то время. Тоже очень эффективно. Так, ну вот. Один наш Берсерк не справляется. Надо какую-то поддержку ему делать. Что может быть в качестве поддержки? Можно Сатиров. Правда, драконы-то у нас очень медленные. Очень медленно производятся наши драконы. Можно Сатиров в качестве поддержки послать. Так, вот один хотя бы вылетел. Но его сейчас и забьют. Его сейчас очень быстро уничтожат. Дракончика. Ну тут, считайте, три стреляющих. Еще там подходят сзади. Бьешь ты не тех, дракоша. Да, я говорю, его быстро убьют. Давайте я куплю став. Драконы-хуйня. Да я знаю, что они фиговые. Зато у меня есть посох. Кто первый? Я не думаю, что это нам нужно. Ну ты, по идее. Но у меня есть посох, не бойся. Надеюсь, он часто не созданет им. Не созданет этой способностью. Если что, я расстреляю. Так, давайте встанем уже сюда. Так, он поставил эту. Хорошо. Я знаю, что драконы не очень, но они, по идее, в одиночку довольно жирненькие. Блин, надо с этим что-то делать. Кто херачит из мортиры. Херачит так херачит. Магик Тауэр. Тоже надо что-то делать с этим. Хотя... Собственно, что мы не учимся-то? Давайте сразу их заспамим огромным количеством юнитов. Либо и рубьте он. Я вот всегда думаю, кого нам строить. А зачем? Зачем мы думаем, кого нам строить? Разве это как-то помогает? Просто строишь, улучшаешь и все. И ждешь следующего улучшения. Вот это вот. Действительно. Зачем нам какие-то элитные здания? Мы просто можем улучшить вот до этого. И все. Победа за нами. По идее, да, драконы фиговые, но... В какой-то версии у них был сплэш-дамаг. И они были нормальными. Но тут-то сплэш-дамага у них нет. Блин, офигеть он. Конечно, прилетел. Отсюда до сюда. Сейчас вот только надо это. Накопить. 1600 и 550 этого. Но это очень долго, конечно, будет. Пока думаем, что еще построить. Чаус Варьеров. Вполне логично. Вполне логично. Потом Чаус, чемпионы. Они будут помогут. Они помогут нам. Этот все стреляет своими башнями. Они 190 стоят. Вот видите, у нас деньги-то копятся очень быстро. Нам повезло, что мы не потратили свою способность, свой суперудар. А вот им, скорее всего, придется его тратить. Потому что наших тут целая толпа набежала. И мы можем разрушить их здания, кстати. Ну, инкуб у них. Инкубус. По идее, инкуб. Если это в латинском афобике читать. Да, вот они потратили. Но у нас еще тут, ребята. У нас-то еще тут, ребята. Но, блин, 4 раунда. 4 победы. Это долго довольно. Так, ну кого делаем? А, я ж, блин. 550. Мне уже дерева-то хватает. Мне показалось, что сначала 1500. Но все же дерева хватает. Так, сейчас еще. Еще 200. Да, хотя, какое 200? Уже победа за нами. Хотя нет, вот они тут еще дерутся. Паладин. Всех воскресил. Мне кажется, этот паладин, он не очень. Почему не очень? Ну... Ну да, вот он. Он правильно пишет. Если по характеристикам сравнивать, то для имбового юнита он не очень. Ну, знаете, почему он такой слабенький, кажется? Потому что он воскрешать умеет. Ему сделали такие фиговые характеристики. Но за счет того, что он воскрешает своих, он как бы не самый лучший юнит один на один. Акс-то клитами его убивает, если что. Я вот этого делаю. Но мощное. Вы обилки почитайте. Воу, уже можно. Вот черт. Они тут нас дамажат, оказывается. У нас-то Трейн Твинс. Хе-хе-хе-хе-хе. Они этого не знали. Правда, вот они опять подходят. Своей толпой, ордой. Сейчас желательно, чтобы этот вальп произвелась как можно быстрее. Извините, что я так выражаюсь. Ну, кстати, можно накопить еще на Orb of Lighting. То есть на цепную молнию. И опять же, затащить с ее помощью, не тратя это. Но, скорее всего, один страйк нам придется потратить. Скорее всего. Давай посмотрим, что ты из себя представляешь. Давайте тут побегаем. Давай. А, ты уже? Нет, еще он не ударил. Я просто бегаю с посохом. Просто расстреливаю всех. Всех, кто есть. Кто есть рядом. Давай, скорее бей, чувак. Что ж ты копишь? Блин, они ж могли уничтожить у них атаку. Это очень мощно. Да, у нас вот этот чувак есть. Он очень мощный. Вы ему не ровня. Твин вэпер. Даже не думайте ему сопротивляться, ребята. Чуть вспышку не проебал. Да я вот тоже испугался. Так. Ну что, рок покупаем. Покупаем нашим юнитам рок. Так, я купил рок. Хорошо. Ну и, по идее, теперь наши юниты должны еще быстрее убивать врага. Ну, у них уже дерево. Да плевать, у нас-то чувак этот. Который все на раз-два дамажит. Да и тут и новые выходят. Или он еще не вышел, не знаю. А, уже вышел. Вот он. Их уже двое. Видите, да? Их уже двое. Потом еще больше будет. Так, еще, еще. Кого? Надо вот, по идее, на инферналов накопить. Они, ребята, тоже неплохие инфернальчики. И вот наша орда. Такая, все сносит. Сносим все, что есть. О, инфернальчики. Если спросите, почему я не пользуюсь телепортом, потому что, опять же, мне лень нажимать на клавиатуру. Да, я очень ленивый, я знаю. А все, они проиграли. Это мы выбираем. Типа, за кого играть будем. Давайте за элементали. Я за элементали давно не играл. Очень давно. Я помню, что элементали имбовые, это эти... Молния. По идее. Кого ты? Я молнию. Да, молнию. Ее же, по идее, все строят в самом начале. Всегда строят молнию. А ты кого делаешь? А, ты этих, больших. Он строит больших. Молнию в самом начале строят сияно, потому что по нескольким дамажит, и это очень эффективно. Если еще раз улучшить, то там вообще будет... Е-бобо с уроном. Элементаль земли. Тоже вот хороший в качестве танка. Ну, как сказать, не такой уж и хороший. Тут и получше юниты есть нового. Но хотя бы танкует. Хотя бы что-то делает. Билд линкер. Это тоже надо будет построить. Наш вышел первым. У него танкующий вот. У нас стреляющий. Потом можно будет, допустим, элементали воды. Либо элементали огня. Но я не думаю, что это нужно. Лучше элементали с какими-нибудь способностями. Типа, вот. По нескольким. Либо кучу этих. А другой не строит? Или что он делает? Другой-то вообще тут есть? Да, он присутствует. Он накопил на Виндиго. Виндиго. Ё-моё. Виндиго, серьёзно? Офигеть. Надо, короче, что-то с этим делать. Ну, либо огненного. Либо... Нет, не подойдут. На нас напали. Лол. Ну, действительно. Ну, просто... Это странно было. Ну, в принципе, Виндиго хороший боец, но... Он танчит. Она наносит урон. Также у нас. Он этот наш танчит. Наш наносит урон. Сейчас бы улучшить, конечно, ещё. Чтобы он ещё посильнее был. Ну, это забавно получилось. Это очень забавно получилось. Сейчас, давай. Он тоже, видимо, копит на улучшение юнитов. Я так понимаю. Сейчас наш выйдет. Один. Вот этот выйдет. Элементаль. Так. Вот новые пошли. Так. Улучшаем. Более улучшенные, пускай, у нас будут. И потом делаем... Наверное, ещё. Наверное, ещё делаем. Он тоже улучшил, видите. Теперь у него королевские. Теперь у него королевские. Мы, конечно, немного проседаем, но это не значит, что мы проиграли. Тут всё равно бой-то до четырёх побед. Это очень долго. В принципе, это очень долго. Где же там мой-то? Давай быстрее, дружок. Ты можешь помочь. Да. Эти наги очень сильные. Мои тоже очень сильные. Видите, они на далёкое расстояние бьют. На очень большое. Они у меня, конечно, слабые. В том плане, что урон... Ой. Броня лёгкая. Вот в каком плане. Ну, сейчас, если ещё один выйдет, надо ещё какое-то здание построить. Два здания для нас очень мало. Офигеть, они кучу юнитов понатыкали. Видимо, тоже придётся. Ну, либо этих делать. Либо на огненных копить. Не знаю. Либо тех, либо этих. Сейчас надо огненных, короче, делать. Я понял. Не, я лучше вообще посох куплю. Точно, посох. Монетку дайте, и будет посох. Так, я попадаю, да? Давайте-ка вот сюда лучше встанем. С посохом мы сможем затащить. Кто? Ну, ты опять же. Ну, пока это делать не надо. Пока-то мы справляемся. Естественно. Пока-то мы, естественно, справляемся. Так что всё окей. Вот у нас ещё этот вышел. Стреляющий. Посох очень помогает в такой ситуации. Да, у нас, конечно, меньше юнитов теперь выходит, чем у них. Но зато они у нас с плэшом атакуют. Зато они атакуют с плэшом. Ну, и мы, по идее, отбиваемся. За счёт того, что у него королевские нагогвардейцы по нескольким бьют. И наш тоже бьёт по нескольким. Вот, говорю, мне желательно ещё построить этих молний. Элементалей молнии. Чтобы больше урона наносить. Пока что просто чиним здание. Либо огненного элементаля. В огненных элементалях, конечно, ничего такого примечательного. Ну, раз уж ещё 50 монет осталось, давайте ещё одного. Ещё одного этого построим. Да давайте сюда прыгнем, чтобы наносить урон. Прыгнем сюда и будем урон наносить. Быстрее денежки получим. Быстрее построим. Чё-то изи. Будь осторожнее со словами, мой союзник. А то вдруг, вдруг опять как-нибудь пойдёт всё не так. Давайте делаем ещё одну колонну. Постройка завершена. И чиним. Интересно, он сделает гидр или... А, он этих стреляющих этот сделает. Наверное, Е. Я не уверен. О, дракончики. Ну, драконов-то мы собьём. Эм. Чё-то драконы против кучи стреляющих. Это как-то... Это как-то странно. Дракон против кучи стреляющих. Ну, в принципе. Чтобы пофидить врага. Это как, знаете... Ну, ё-моё. Ливнул, чувак. Ещё же два раунда было. Ещё два раунда. Ещё два раунда было, а он ливнул. Ну, блин. Вот так вот всегда кайф обломали. Что это? Что это? Наш аж, это... Суперудар сделал. Зачем это тут стоит? Это чтобы сломать быстрее? Он бы хотя бы тут стоял. Очень странно. Чё-то он не в том месте ставит здание. Это очень странно. Давайте элементария земли сделаем. Потом улучшим, если надо будет. Но его надо будет улучшить. Сами понимаете. Ну, это глупо ставить тут здание. Можно хотя бы тут. Тут их никто не тронет. Но здесь, там где проходят юниты, и постоянно армада войск с одной стороны на другую ходит. Это очень глупо. Да, конечно, эти здания могут потанковать, но нафига. Опять-таки вопрос. Нафига это надо? Тоже улучшим сейчас. Так, убираемся. Постройка завершена. Ну и, в принципе, мы победили. В принципе. И вот тут ещё эти, айсклэвс. Айсклэвс. Ледяные клешни. В чём прикол? Интересно, в прошлый раз тут же здание отстроил, или в другом месте? Я просто не заметил. Да нет, они вроде бы тут стояли. Чё это он вдруг сейчас-то решил? Это большая ошибка. Чем хороши земляные, тем, что у них осадная атака. И они очень много урона зданиям наносят. Вот видите, я очень быстро сношу. Он хочет и чинит своим рабочим, но я всё равно очень быстро сношу эти здания. Очень много урона они получают. Если вы спросите, почему это наши юниты, потому что у нас есть вот такой вот ауталь, который захватывает разум некоторых юнитов. Я думал, он другую штуку поставит, а он, видимо, эту поставил. В принципе, да. Игра получилась непрохой. Непрохой, да. Неплохой. Но 4 раунда выбрал красный, то есть вот этот вот игрок. Если бы синий не ливнул, можно было его ещё сыграть. Но, возможно, они бы закончились точно так же. Точно так же они бы проиграли и всё. И ничего бы интересного не было. Так, яростно чинит. Хотя тут уже понятное дело, что он проиграет. Мне вот интересно, ты зачем... Давайте спросим, зачем он здание-то? Зачем здание впереди строишь? Да я не успел даже спросить. Он просто ливнул. А я хотел его спросить, зачем он строит здание. Ну, ладно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Леар, который одержал, ну, одну с половиной победы. Вторая... Вторая драка не считается, потому что там чувак ливнул. Ну, в общем, на этом я с вами прощаюсь. Это был Castle Fight. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok